всем привет очень давно я собирался записать этот ролик долго собирал информацию анализировал продумывал и наконец-то решился это сделать итак прежде чем начать напомню что я занимаюсь в принципе внешним и внутренним тюнингом страйкбольных пистолетов пневматических пистолетов страйкбольных приводов покраска гравировка полировка покраска ммг и с хп готовые работы можно посмотреть у меня на сайте заказать тюнинг ваших девайсах можно вк и в телеграме ссылочки как и ссылка на сайт в описании под видео не так давно у меня выходил ролик топ-5 пневматических пистолетов там я затронул конечно только дорогие варианты пистолетов более скажем так элитные в этом же ролике я попытаюсь охватить пистолеты различной ценовой категории и различных задач кто-то может спросит откуда такой появился рейтинг какой ты состоял такой топ взял там десяток пистолетов и просто о них рассказал нет совершенно не так я очень давно имею дело с различными пневматическими и страйкбольными пистолетами у меня когда-то давно был свой пневматический тир сейчас я являюсь мастером по ремонту страйбольных и пневматических пистолетов поэтому в руках и их поддержала сотни отремонтировал их достаточно много перепробовал в коллекции у меня побывало много различных пистолетов а тех которых я буду говорить сегодня так или иначе побывали у меня в руках и по каким-то причинам либо были проданы либо их себе не приобретал но большинство из них у меня были коллекции и так прежде чем начать давайте немножечко разберемся какие у нас бывают пистолеты значит пистолеты бывают с голубоком или без то есть с имитацией работы затвора и без имитации работы затвора бывают пистолеты на грин газе бывают на целых два баллончиках на грин газе бывает только страйкбольные пистолеты то есть под шарик пластиковый 6 миллиметров пневматические же пистолеты под шарик 45 миллиметра бывают только на co2 но страйкбольные также бывают на co2 баллонах то есть пневматические только на co2 страйкбольные бывают и такие и такие также бывают пневматические пистолеты под пульки 45 их я рассматривать не буду потому что лично мне они абсолютно не нравятся это либо пистолеты без blow бэка либо пистолет из какой-то костыльной системой то есть там у них сделано каким-то чудесным образом подача этих самых пулек то есть для меня они все собственно говоря я считаю большим извращением для этого все-таки есть винтовки и пневматические пульки я считаю совершенно не для пистолетов кто-то может поспорить есть карнет как по мне да карнет это полный кусок это наш отечественный пистолет из ужасного сплава ужасного вида ужасной конструкции и очень ломкий и ничего интересного в нем абсолютно нет также есть дорогие пистолеты от умар x например но мне еще раз повторюсь они совершенно не нравится и так по каким параметрам я оценивал пистолеты и свел в данный рейтинг для меня это главное значит внешний вид насколько он копирует боевой аналог как он сделан насколько ремонта пригоден насколько интересно из него стрелять насколько хватает одной заправки газа или одного баллончика газа все эти параметры по совокупности я учитывал да еще вот такой момент значит у нас вечная система страйкбольный или пневматический то есть под шарик и 6 миллиметров пластик или понимать и к 45 свинцовый шарик то есть собственно говоря либо железная шарик до пластиковая но здесь тоже не все так просто потому что я лично люблю универсальность и вот допустим лично у меня давно уже купленные всегда имеются в наличии алюминиевые шарики весом 031 грамм 6 миллиметров всех могу заряжать страйкбольные пистолеты и 45 шарики пластиковые правда здесь они наоборот легкие весом 013 грамм которые можно заряжать желание в пневматические пистолеты иногда страйкбольные версии пистолетов дают наиболее лучший результат и именно вот этими алюминиевыми шарами то есть скорости джоулей получает в них больше поэтому мы всегда строят страйкбольный пистолет можем использовать для дестроя и также давайте определимся все таки вот это разделение страйкбольные пневматические страйкбольные под пластик не мотическое называть то что под шарик 4 и 5 итак давайте начнем значит скажем так на десятом месте у нас будет самый бюджетный пистолет то есть если вообще просто решили купить себе что-то первое не особо претендуете на какую-то точную стрельбу не хотите тратить много денег и ваша основная задача на пострелять побить бутылки это у многих первый вопрос бьет ли данный пистолет бутылки это как правило этим критерием у нас руководствуются новички здесь я считаю один из самых подходящих вариантов это пистолет от фирмы stalker так скажем копирует имитирует коль 1911 модель его с 1911 g этот пистолет выполнен из пластика не имеет blow бэка скорость вылета шарик у него 120 метров в секунду что за глаза для разбития любой бутылки стоит примерно 3700 рублей на данный момент собственно говоря минимальным каким-то требованиям он удовлетворяет от него никогда в жизни не добиться какой-то сверхточности не пострелять нормально каким-то мишенькам то есть а спортивной стрельбе здесь речи не идет это только тупо не строй в общем если подвести итог по данному пистолету то очень бюджетный вариант учинить какой-нибудь строй пострелять как по мне достаточно скучно но кому-то на начальном этапе он вполне может себе подойти второй пистолет ну то есть девятое место это из той же серии фирма stalker это у нас копия береты пистолет с 92 м я выдает также 120 метров в секунду не имеет блог бэка но он уже металлический то есть более прочная конструкция более живучий более тяжелый также является в принципе полным аналогом кольта о котором мы говорили ранее но единственно что он из металла это кто готов немножечко потратить больше денег теперь давайте перейдем к 8 место это у нас уже будет пистолет с блог бэком по блог баку тоже много спорных вопросов кто-то говорит что блог бэк это плохо типа стрелять неинтересно потому что получается отдача и точно не пострелять что больше живет газа это тоже неправда в некоторых моделях пистолеты с блог бэком потребляют абсолютно столько же газа как и без блог бэка это как уже сделали конструкторы данный пистолет ну или потребляют больше но совсем немножечко я попозже об этом подробнее расскажу а также то что мешает стрелять но здесь хоть какая-то эмуляция скажем так настоящего пистолета лично мне так совершенно не интересно стрелять из пистолетов без блог бэка ну по крайней мере стала после того как я первый раз попробовал пострелять из пистолета с блог бэк вот и значит на восьмом месте у нас будет пистолет с блог бэком это опять фирма stalker достаточно бюджетная модель ну по нынешним меркам это конечно не дешево когда-то он стоил гораздо дешевле но сейчас увы у нас такие цены стоит он 7200 рублей это пистолет stalker копирует опять же коль 1911 модель с 1911 rd также выдает свинцовым шаром 120 метров в секунду сделан из металла говорить о какой-то точности в нем тоже совершенно не приходится бутылки он бьет неплохо блог бэк у него хороший о спортивной стрельбе здесь можно забыть наглухо достаточно склонен к поломкам то есть сделано все вяло хлипко и может достаточно часто ломаться да хотел бы еще уточниться все цены которые буду приводить мы исходим из того что пистолет мы покупаем новый об ушных мы не будем говорить это уж кому-то интересно сами ищите за сколько какой можно купить как по мне на данный момент 7200 рублей за него но несколько дороговато потому что чуть-чуть добавив можно купить более надежную интересную модель ну это уже кому как решать кому-то 3000 много кому-то в принципе можно и добавить следующий пистолет который у нас будет занимать седьмое место это пистолет блок 17 от компании из крейн они производят также много других модификаций блока блок 34 блок 18 и тому подобное в принципе они практически все одинаковые они производят только пистолеты блок и все пистолеты страйкбольные изначально они оснащены магазином под грин газ шаром 02 они выдают 100 метров в секунду пистолеты очень точные очень копийные соблюны все боевые маркировки работают отлично blowback очень приятный хороший то есть в принципе за ту цену которую стоят они а на данный момент они стоят от шести с половиной до семи тысяч это просто идеальный страйкбольный вариант опять же тем кто хочет из него что-то подистроить можно в него забежать вот такие алюминиевые шары весом 0 31 грамм вот то есть можно из него пострелять и точно можно поиграть страйкбол можно пострелять шарами все запчасти к ним очень дешевые и всегда их можно заказать и приобрести и также к нему можно приобрести магазин на co2 то есть собственно говоря у вас может быть магазин на грин газе может быть магазин на co2 магазина co2 вам не даст никакого прироста к скорости но единственное что в более низкие температуры co2 ведет себя намного лучше и давайте еще упомянем самое главное все-таки отличие co2 и грин газа это то что магазин с грин газом должен быть всегда заправлен газом то есть вы его храните заправленным это правило его эксплуатации то есть вы в любой момент можете взять пистолет пострелять и положить все больше ничего не делать пистолетах на co2 баллонах вам баллон если вы его уже ставили в магазин то надо обязательно дострелять и вынуть хранить их там долго нельзя иначе вас из строя будут выходить прокладки или все резинки и пистолет будет ломаться и вы будете удивляться почему он так мало служит то есть хранение баллона в магазине максимум четыре часа вот это наверное один из главных недостатков co2 по искренне если подытожить в своей ценовой категории считаю это на данный момент лучшие пистолеты и достаточно универсальные не сказать что сильная мощная но по крайней мере цена-качество у них очень и очень на уровне на шестом месте я бы честно говоря не хотел данный пистолет вообще включать в рейтинг но уж очень много у него поклонников у меня у самого их было много различных вариаций это пистолет нашего производства мр-654 к то есть это копия пистолета макарова что он из себя представляет это полностью стальной пистолет без blowback а на co2 баллонах достаточно недорогой то есть в зависимости от его модификации потому что их делается очень много разных серий то есть есть серии которые сделаны похуже есть которые получше были в свое время серии которые прямо делались из боевой отбраковки они сейчас особо ценятся но в среднем сейчас новый пистолет какой там 32 серии стоит там 10-12 тысяч чем он интересен его многие очень любят тюнить то есть он хорошо поддается улучшением и модификации базовый из коробки он идет с нарезным стволиком что совершенно не подходит для шариков стреляет он также шариками bb-4 с половиной поэтому меняют сразу на гладкий ствол делают улучшение заменяет на усилы длинный клапан делают удлинение ствола у меня были эти пистолеты всевозможных модификаций разных серий его можно в принципе спокойно разогнать до 180-190 метров в секунду будучи выдавать в 6 джоулей при гладком стволе он будет стрелять более-менее точно но опять же а какой-то спортивной точности речи там абсолютно не идет любой какой-нибудь страйкбольный пистолет его уделает по точности просто на раз-два здесь люди обычно гонятся за мощностью опять же честно я не могу понять зачем ну раскачали выводы 6 джоулей но пробивает он консертную банку но он кривющий скучный без лоббека стрелять из него не интересно единственно что но это вот повторяет боевой вид и может пострелить консерву к особо умные у нас говорят что можно его использовать для самообороны там против собак кто-то даже там против людей но это полный бред во первых это незаконно во вторых это абсолютно глупо не против кого он вам абсолютно не поможет то есть как по мне в нем абсолютно неоправданная мощность то есть дистанции для этих мощностей он никак не потянет ну единственно что походить вот как это было у меня там прострелил несколько консервных банок порадовался ой как здорово и забыл о них и все свои эти пистолеты у меня их было 6 7 штук я продал потому что поначалу это кажется здорово ну потом это совершенно не интересно ну то опять же на вкус и цвет товарищей нет на пятом месте вот тут очень спорный пистолет мр 656 к то есть это копия пистолета т.т. он уже давно не производится они делались из боевых списанных пистолетов то есть ценные они были только тем что он именно сделан из настоящего боевого пистолета из коробки они совершенно не стреляют они косые кривые ломаются то есть они требуют сразу доработки они на данный момент ценятся именно коллекционерами именно за свой боевой ну скажем так исходник на самом деле у меня тоже такой пистолет был у меня о нем был обзор я его в руках подержал мне т.т. вообще не нравится как таковой в принципе пистолет да интересно там сделан там с холода пистолета был там не помню меня то ли 43 года то ли какого-то до кусочек истории но стрелять из него скучно ты ты особо не люблю поэтому я его в итоге продал сейчас на них ценник начинается от 25 тысяч и выше для нормальной стрельбы они требуют массу доработок но если их раскачать он может также выдавать как и пистолет макарова наш до двухсот метров в секунду опять же совершенно непонятно куда в нем такая мощность но у каждого свои как искала запросы поэтому кому-то это может быть интересно но опять же ценник на них сейчас конский на четвертом месте у меня будет очень интересная модель даже не пистолета а револьвера у меня этих револьверов было несколько штук на канале есть несколько роликов сейчас я расскажу за что он мне нравится и что в нем интересного это значит у нас версия от компании с g револьвер шофел 6 это копия револьвера smith and wesson он у нас существует в двух вариантах это значит под шарики bb 4 5 миллиметров и под свинцовые пульки но по факту это один и тот же пистолет немножко в разном исполнении и у них отличается только фальш-патроны под пульки идут один фальш-патроны под шарики идут другие фальш-патроны и в принципе если их поменять в пистолетах местами то они также прекрасно будет стрелять то есть берем допустим пулевую версию докупаем комплект под шарики и прекрасно стреляем и тем и тем что же в этом пистолете интересно он достаточно мощный значит пулями из пулевых фальшей он выдает порядка четырех джоулей из него смера смело можно лупить там прицельно пульками 0.45 0.50 да опять же тут хочу немножко углубиться вот какую вещь многие считают что пулька вылетающие там 0.5 грамма 150 метров в секунду способна разбить бутылку ничего подобного она бутылку просто разобьется пули надо быть гораздо тяжелее либо специальной формы и гораздо мощнее чем тому же шару если шар способен разбудить бутылку на 80 метров в секунду то легкая пулька там какая-то 0.35 на 150 бутылку не разобьет просто из-за того что она тоненькая свинцовая она разобьется в клочья при попадании в стекло просто разлетится вот но здесь не о том не о том что из него будем стрелять по бутылкам он пулями стреляет очень точно очень интересно то есть единственная проблема что это приходится каждый раз заряжать по 6 пуляк но давайте перейдем к другим нюансам во-первых сделан он на внешний вид шикарно очень копийно ломаться в нем практически нечему стоит он на данный момент около 20 тысяч при этом мы получаем можем стрелять пулями можем стрелять шарами вот шарами мы уже спокойно можем дестроить бутылки и банки также в пулевые фальши мы можем заряжать пульки блик это пульки с интересным свето-шумовым эффектом вот например покажу кусочек и и и и и и и и и как видите это достаточно интересно также мы можем из него стрелять дротиками тоже покажу кусочек то есть собственно говоря за свою цену мы получаем оправданное отсутствие блоу бека тем самым пистолет не теряет мощность мы получаем возможность стрелять различными боеприпасами получаем очень копийный мощный интересный пистолет и в принципе по совокупности именно поэтому он у меня попал на пятое место потому что эта модель револьвера очень интересная очень копийная и имеет достаточно много функций да в отличие от каких-то других моделей револьверов он сделан цельным корпусом он не состоит из двух половинок вес практически повторяет боевой аналог весит от 1200 грамм по нему мне пожалуй больше добавить нечего давайте перейдем к следующему пистолету на третье место я долго думал куда его поставить это у нас кольт 1911 от фирмы длечер также эти кольты производит фирма stalker фирма swiss arms и много много еще каких фирм на самом деле все эти пистолеты являются производства фирмы и дабы сита иваньской они их производят как в стройбольном варианте так и в пневматическом в обычной версии и в тактической в базовом варианте у меня их нет они есть у меня уже затюненные немножко по внешке но это в принципе дело не меняет значит смотрите вот это вот классическая версия вот это тактическая это сейчас у меня стройбольная это пневматическая что в них интересно меняем местами стволики меняем магазины и они у нас меняют с калибром также мы можем просто купить один пистолет и если найдете к нему отдельно стволик и магазин менять их местами и менять их калибр превращать их и шестерки в 4 и 5 и обратно пистолеты сделаны достаточно копийно но требует очень бережной эксплуатации надо четко следовать инструкции которые указывает производители когда с ними все будет нормально они очень точные что пневматический что страйкбольный значит что еще хотел сказать о страйкбольных пистолетах страйкбольных пистолетах присутствует система hop up то есть у нас в казенной части находится резинка которая оказывает давление на шарик и при вылете шарик подкручивается при этом hop up у нас как правило регулируется для разного веса шаров в отличие от пневматических шаров страйкбольные шарики у нас есть разного веса соответственно под разный вес шарика мы регулируем свой hop up то есть чтобы шарик закручивался настолько насколько нужно и летел прямо это нам обеспечивает наиболее точный скажем так и наиболее дальний полет шарика значит и что же интересно в этих пистолетах здесь hop up присутствует и на пневматической и на страйкбольной версии и на той и на другой он не регулируемый на пневматическом он изначально настроен на шарик 45 здесь он настроен сразу на шарике но я эксперимент путем определил что для него идеальный вес 0 25 грамма этот пистолет весом 0 25 грамма пластиковый шар выдает примерно 110 метров в секунду пневматический выдает примерно 85 90 метров в секунду и здесь вот в чем главное отличие у пневматического не знаю в любые версии которые я пробовал хватает баллончика примерно на 40 50 выстрелов они существуют только на co2 баллонах на грин газе их нет а у страйкбольной версии баллона хватает на примерно на 80 85 выстрелов неважно какой вес шара не знаю чем это обусловлено но даже если меняешь стволики и магазины местами просто это происходит вот так мне это совершенно непонятно но тем не менее как есть поэтому в принципе интересен этот этот вариант лично я люблю больше страйкбольные я давно уже не интересует дестрой у меня есть из чего другого подестроить банки и бутылки а стрелять в принципе на точность на дальность и на метрость более наверно подходит страйкбольные версии также страйкбольная версия более живучие потому что изначально все пистолеты которые делаются и в том и в том варианте они были страйкбольные пневматическая версия появляется следом за ней и так на втором месте у нас пистолет от фирмы sg точнее это фирма к и живорк делала лицензии сжи поэтому качество у них гораздо более выше чем у к живые это пист копия спортивного огнестрельного пистолета чизет shadow 2 выполнен абсолютно идентично боевому аналогу вес у него соответствует боевому аналогу практически все детали у с.м. также рычаг сотворной задержки еще какие-то кое-какие детали выполнены из стали пистолет очень надежный очень точный также он существует и в пневматической и в страйкбольной версии страйкбольная версия может стрелять как green газом есть магазины так и co2 магазины стреляют он с ними практически одинаково ну единственно в каких условиях какой температуре вы будете использовать у меня лично страйкбольная версия как я уже говорил страйкбольная мне нравится больше кому интересно можно приобрести пневматическую но и пистолет больше все-таки для спортивных целей пострелять по мишеням потренироваться покупать его гляди строя бутылок но это надо не знаю это верх паразма как по мне потому что пистолет достаточно дорогой страйкбольная стоит сейчас больше 30 тысяч пневматическое где-то 2827 еще раз повторюсь это в принципе пистолет для спортивных дисциплин у нас существует спортивная иерсофтная стрельба то есть вот эти пистолеты используются там также некоторые спортсмены которые в кирах стреляют стрелковых клуба стреляют с боевого такого пистолета берут для упражнений холощения для тренировок то есть как по мне этот пистолет именно только для спорта из него и раз вот предпочитаю лупить по мишенькам на точность потому что в нашем стрелковом клубе к сожалению такого пистолета нет огнестрельного а есть читает shadow 1 я там принципе чаще всего стреляю именно из него то есть любителям копийности и скажем так именно стрельбы на меткость этот пистолет абсолютно зайдет ну и давайте перейдем к первому месту на первом месте это у меня пистолет от фирмы к и дабл виси берета м92 давайте разбираться почему я ее запихал на первое место к и даду виси и производит только в страйкбольном варианте но это один из самых мощных страйкбольных пистолетов которые вообще встречал в природе но и вторым шаром выдает 150 практически метров алюминиевым шаром весом 0 31 грамм он выдает 130 метров что даже больше чем многие пневматические пистолеты на свинцовых шариках работает он на баллончиках co2 с одного баллончика получается сделать 90 стол полноценных выстрелов это очень много для одного баллона у него мощнейший blow back он выполнен весь из металла не имеет никаких люфтов все сделано крепко все сделано очень слаженно очень стоит мощная возвратная пружина при этом я не представляю как при всех своих этих качествах у него баллона хватает настолько выстрелов все механизмы у нас все имитации сохранены то есть будь то дикокер то есть сброс курка с боевого взвода предохранитель ход затвора то есть вообще они полностью скопировали этот пистолет с боевой береты моделька вот на фотографии из которых пистолет сделан считаю что это просто лучший пистолет потому что мы можем как пострелять на точность поиграть в страйкбол шары пластиковые летят достаточно мощно можем последний по бутылкам алюминиевыми шарами а и также бонусом еще в нем получаем режим автоматической стрельбы он умеет стрелять у нас автоматом то есть вот здесь находится переключатель так одиночный поднимая вверх автомат также пистолет практически не охлаждается то есть поскольку он рассчитан на стрельбу очередями мы можем из него лупить достаточно темпа во скорость не падает баллон не охлаждается здесь все эти характеристики просто практически доведены до идеала у меня таких пистолетов коллекции 2 один у меня вот такой внешний тюн прошел другой у меня покрашен сделаны гравировочки поставлены родные накладки от берет и из коробки он выглядит немножечко по-другому на фото я вам показывал как он выглядит поэтому в принципе я отдаю ему цена качество интересность первое место и вот пожалуй для тех кто приобретает пелый первый пистолет чем покупать если хотите именно с глубоком там какой stalker за 7000 купить вот такой пистолет от которого вы не обломаетесь которым будете пользоваться долго и он будет очень интересен на этом наверное наш топ закончен хотел бы еще добавить парочку замечаний значит я обошел страну абсолютно токио маруй это пистолет который очень любят страйкболисты я их много пощупал нас клубе у меня было два пистолета токио маруй мне они абсолютно не зашли то есть это слабенькие страйкбольные пластиковые пистолеты все страйкболисты я что они там точные надежные ничего подобного 2 мару я при мне просто лопнулись затворы у блоков есть заедание то есть проблем у них моря стоит они баснословных денег поэтому я их в обзор даже не буду включать ну и также конечно же есть еще много разных интересных моделей но все они я выделываю на те которые за все время скажем так за 15 лет моего общения с этой больными пневматическими пистолетами мне чем-то запомнились и показались интересными надеюсь я помог вам вашем выборе спасибо всем за просмотр смотрите другие мои видео ставьте лайки подписывайтесь на канал